Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа «Семь минут». Лето для абитуриентов в прямом смысле – пора жаркая. Одни еще со школьной скамьи определились, кем хотят стать, и совершенствовали знания и навыки, другие в последний момент решили, какую же профессию предпочесть. Но не промахнуться с выбором еще не самое главное, ведь чем престижнее вуз, тем больше конкурс. Сегодня говорим о поступлении в Рязанский государственный медицинский университет. 20 июня начался прием документов в наш университет, и изначально шли абитуриенты, которые уже имели аттестаты на руках, то есть это был достаточно небольшой поток абитуриентов, и вот буквально, наверное, где-то с числа с 1 июля абитуриенты пошли уже значительно активнее, и уже на сегодняшний день количество поданных документов составляет 3000, что порядка 70%, на 70% выше прием документов по сравнению с прошлым годом. В общем-то это, конечно, связано с тем, что количество выпускников в прошлом году по Рязани, по Рязанской области было значительно меньше, чем в этом году, ну и традиционно к нам едет не только Рязанская область, к нам едет весь Центральный федеральный округ, достаточно большое количество абитуриентов у нас из Ставропольского края, Краснодарский край, в общем-то все уголки России, это наши абитуриенты, мы их всех с удовольствием ждем. Если сравнивать те баллы ЕГЭ, которые везут нам абитуриенты Рязани, Рязанской области, и из других уголков России, это абсолютно одинаковый уровень абитуриентов, то есть знания абитуриентов абсолютно одинаковые, хотя по сравнению с прошлым годом мы отмечаем высокий рост баллов и по химии, и по биологии, и по русскому языку в том числе, то есть если раньше 100 баллов, 90 баллов, это было достаточно редко, сегодня это достаточно частое явление. Очень многие немножко недовольны, что ли, результатами, говорят, что не совсем объективные знания. Как Вы считаете, способны ребят, которые получили где-то высокий балл или низкий, в любом случае поступить в хороший ВУЗ, независимо от результатов ЕГЭ? Ну здесь нужно отметить, что, конечно же, зачисление идет по результатам ЕГЭ, и в первую очередь зачисляются те абитуриенты, которые имеют наиболее высокие баллы ЕГЭ. Те абитуриенты, которые не набрали необходимого количества баллов ЕГЭ для того, чтобы пройти на бюджетные места, конечно же, они могут использовать свой шанс и поступить на места с полным возмещением затрат. При этом, оплатив, например, год обучения, при хорошей учебе студенты переводятся уже на бюджетную форму обучения. То есть такая практика, конечно, существует. В нашем ВУЗе сейчас действует программа образовательного кредитования, и со Сбербанком у нас заключен договор, в соответствии с которым наши абитуриенты или уже студенты могут взять образовательный кредит. Условия кредитования, они льготные, они очень выгодные. Я знаю, что за Сбербанком бывают иногда сложности в зависимости от возраста, от статуса, еще от чего-то, вы сказали, льготные и очень удобные. В данном случае сам ученик, сам студент может взять кредит или только родители? Там есть какие-то особенности, о которых телезрителям хорошо бы знать сейчас? Все особенности у нас как раз прописаны на сайте. Более подробная информация о том, кто может воспользоваться, родитель или сам студент, я думаю, что здесь лучше обратиться, конечно, в наш университет и получить эту информацию более подробно. То есть все справки, которые нужно собрать, это, кстати, небольшой объем справок, то есть это действительно очень удобная форма. И, по-моему, в Рязани мы единственный ВУЗ, который обладает этой возможностью. Это замечательно. Скажите, а преимущества каким-то абитуриентам есть? Может быть, по знаниям, по возрасту, еще почему-то? Что касается студентов, это уже непосредственно то, как учатся студенты. А для абитуриентов здесь все на равных условиях находятся. У меня вот такой вопрос. Когда училась я, правда, совершенно в другом ВУЗе, там были студенты абсолютно разных возрастов. Это было удивительно, но были и те, кто сразу после школы, и были те, кому уже далеко за 40. Есть ли такая практика у вас? Да, конечно. У нас в этом году, кстати, поступают абитуриенты, которые возраст приближается к 40 годам. Ну и нужно отметить, что у нас существует заочная форма обучения. У нас две специальности фармацевтические. И факультет высшего сельско-сельского образования – это заочная форма, куда мы принимаем только абитуриентов, имеющих уже среднее медицинское образование. И, соответственно, как правило, это уже не вчерашние выпускники, это уже люди, которые имеют специальность, имеют профессию. Ну а те, кто поступает, конечно, на фармацевтический факультет по заочной форме обучения, да, это химия, биология, русский язык. Но они имеют право сдавать не ЕГЭ, они имеют право экзаменов в традиционной форме, то есть как и раньше это было по билетам. Всегда есть какие-то подготовительные курсы, несколько недель. Существует ли это у вас? Можно ли подтянуть свои знания, что-то вспомнить, посмотреть на преподавателей, с которыми предстоит потом общаться долгое время? Вот таких краткосрочных подготовительных курсов у нас сейчас не существует. У нас есть подготовительные курсы, которые функционируют где-то до конца сентября по май месяц. Это восьмимесячные подготовительные курсы. И они работают и для абитуриентов, проживающих в Рязани. Занятия у них проводятся четыре раза в неделю. Это химия два раза в неделю, русский язык, биология. Достаточно такая активная идет подготовка к сдаче ЕГЭ. А те, кто проживает в других регионах, соответственно, они приезжают к нам. Это считается как заочный подготовительный курс. Они к нам приезжают уже во время школьных каникул. Несколько суббот они к нам приезжают. Мы их расселяем в общежитие. И они здесь у нас проживают и активно изучают эти дисциплины, потягивая свои знания. Вы несколько раз упомянули о сестринском деле. Относительно новое направление существует около года, если я правильно помню. Среднепрофессиональное, да. Мы сейчас будем осуществлять уже второй год набора абитуриентов. И, соответственно, в этом году значительно изменились правила их приема. Если раньше они поступали также, сдавая вступительные испытания на форме ЕГЭ, это была биология, русский язык, сейчас они имеют право поступать на общедоступной основе. То есть это без вступительных экзаменов. Почему потребовалось вообще это направление? Есть же какие-то оценки объективности? То есть, видимо, это что-то новое, что-то другое, что дает какие-то новые перспективы. То есть это достаточно мотивированные ребята, которые решили связать свою жизнь непосредственно с медициной. И обучаясь на первом, на втором курсе и на последующих курсах, эти студенты уже могут, в принципе, работать и совмещать и работу, и учебу. Кроме сестринского дела, наверняка же есть курсы, куда больше поступает людей, куда поменьше? Ну, наиболее востребованными факультетами у нас, как обычно, является лечебный факультет. Лечебный факультет – это вообще вузообразующий факультет. У нас достаточно большой набор идет, у нас 240 бюджетных мест. Бюджетные места у нас не сокращаются уже на протяжении нескольких лет, то есть такой бюджет у нас сохраняется достаточно долго. И это самый востребованный факультет. Нужно отметить, что в этом году у нас достаточно высокий целевой прием. В общем-то, это очень важно, потому что мы адресно готовим студентов для определенных регионов. Это очень хорошая практика, целевой набор. Также достаточно высокий спрос всегда аубитурентов – это стоматологический факультет, фармацевтический факультет, факультет клинической психологии. В прошлом году у нас открыт факультет педиатрический. Вузы всегда помогают в трудоустройстве. Есть ли такая помощь у вас? И насколько студенты, выпускники воспринимают ее? То есть вакансии, которые предлагаете и вы, они действительно нужны, востребованы? Хочется отметить, что наши выпускники востребованы во всей стране. И вот эти ярмарки у нас проходят широко. Они проходят как достаточно такое большое яркое событие в нашем ВУЗе. Выпускники также заинтересованы прийти на эти ярмарки, познакомиться со своими будущими работодателями. То есть это очень хорошая практика, она имеет свои плюсы, и она имеет положительные результаты. Будут ли еще какие-то нововведения в самое ближайшее время в вашем ВУЗе? У нас, в общем-то, сейчас работает электронная запись на прием и на проверку документов. Очень удобно, потому что абитуриент может выбрать тот день, то время, когда он приедет, и без вот этих очередей подаст документы. Также у нас есть электронная форма подачи документов, которая у нас также достаточно активно пользуется спросом. Естественно, лично прийти и подать документы в приемную комиссию. Мне бы хотелось, чтобы вы чего-нибудь пожелали всем, кто поступает в этом году. Пусть мечта сбывается, и, естественно, все студенты, которые будут нашими студентами, все абитуриенты, которые будут нашими студентами, естественно, они запомнят эти годы учебы надолго, потому что это самые лучшие годы. И наш ВУЗ, он постоянно развивается, несмотря на то, что... Вернее, несмотря на то, что у нас и открываются новые специальности, и у нас строятся различные объекты. Сейчас у нас активно строится бассейн. Уже к концу года он будет функционировать. То есть жизнь интересная, жизнь захватывающая. Поэтому, дорогие абитуриенты, мы ждем вас в нашем университете. Спасибо большое, что пришли. А всем абитуриентам удачи на экзамене. Это была программа «Семь минут». До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!